МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. С вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте. В Наринмаре зажгли свечу памяти. Участниками одноименной патриотической акции ровно в 4 часа утра у обелиска Победы стали жители округа, представители власти, общественники, а также военнослужащие. Организатором акции «Свеча памяти» в Нинецком округе является региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с региональным центром молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи Нинецкого округа. 22 июня 1941 года ровно в 4 часа фашистская Германия напала на Советский Союз. Спустя 77 лет, со дня начала самой кровопролитной войны, жители Нинецкого округа чтут подвиг героев Великой Отечественной. 22 июня на рассвете, когда гитлеровская Германия напала на советский народ, как раз в 4 утра, и это то самое время, когда необходимо проводить эту акцию, прочувствовать именно ту самую атмосферу, начало тех страшных, ужасных 1418 дней и ночей. Нинецкий округ, несмотря на свою удаленность, в тот трагический для Советского Союза день не остался в стороне. В населённых пунктах региона состоялись митинги, на которых было объявлено о начале войны и мобилизации сил. Митинги прошли во всех крупных населённых пунктах. Самый крупный здесь, у нас как раз на Красной площади, прошел тоже большой митинг. И по радио было объявление о начале Великой Отечественной войны и о том, что надо стать на защиту нашей Родины. Война принесла смерть и разорение в нашу страну. Не обошла стороной и Нинецкий округ. 9383 человека в годы войны ушли на фронт. 3046 человек не вернулись с поля боя. Великая Отечественная не обошла стороной ни одну семью. И мой отец в 43-м году, ему ещё не было 18 лет, вместе со своими сверстниками пешком отсюда из Наринмара пошёл на войну, на станции Раэль. После небольшой подготовки участвовал в военных действиях, получил тяжелейшие ранения. Моя бабушка, его мама получила даже похоронку на моего отца. Но вот тот русский северный характер, он не дал моему отцу умереть. И только в 47-м году он вернулся сюда, домой, на Родину. День памяти и скорби не менее важен, чем День Победы. Незабываемая и трагическая дата в истории нашей страны. Мы с вами самое меньшее, святое и обязательное, что можем делать, это чтить память этого подвига, помнить об этом, передавать своим детям, подрастающему поколению, эту память об этом подвиге, который был совершён нашими предками. Давайте будем об этом всегда помнить. Слава отца героям, слава поколению победителям. Наша задача – быть достойным памяти павших, помнить о славе победителей и самое главное – пронести эту память через поколение, передать её нашим детям, чтобы этот день оставался в народной памяти на веки и на года, исторической памяти нашей страны. У обелиска Победы в честь героев Великой Отечественной сегодня зажгли десятки свечей в память о миллионах павших на полях боя. Всероссийская акция «Свеча памяти» в Ненецком округе проходит уже пятый год. В 2018 году к акции присоединились не только все регионы нашей страны, но и более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Цветы Кобелеску Победы в Наринмаре сегодня возложили и представители ветеранских организаций, а также участники летних пришкольных лагерей. Они почтили память тех, кто не вернулся с войны. Представители ветеранской организации «Дети войны» рассказали подрастающему поколению об одной из самых печальных дат в истории России. Понесенные страной людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле. Для того, чтобы понять, что такое Великая Отечественная война, что такое потери в Великой Отечественной войне, запомните хотя бы два числа. Первое – это число погибших – 27 миллионов. И второе – это 1710 городов и сел городского типа и 25 тысяч сел и деревень, которые были разрушены до основания фашистами. Советский народ ответил врагу единым, могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая Отечество. Победа ковалась в каждом уголке нашей страны. До 1992 года, день начала Великой Отечественной войны, не был официальной памятной датой. 24 октября 2007-го президент России Владимир Путин подписал изменения в закон о днях воинской славы, которыми в перечень памятных дат была включена новая. 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Прокуратура Ненецкого округа провела открытый форум. В рамках обмена мнениями между представителями прокуратуры, органов госвласти, местного самоуправления общественности обсудили актуальные для региона вопросы – соблюдение законодательства, регулирующего строительство социально значимых объектов на территории региона. Цель диалога – обозначить имеющиеся проблемы и наметить пути их решения. Открытый форум прокуратуры призван стать механизмом укрепления правозащитной функции ведомства как приоритетной, а также повысить ее эффективность. Об этом открывая форум, сказал прокурор Ненецкого округа Николай Егоров. Материалы форума будем использовать в нашей надзорной работе. Хочу поблагодарить всех. Тема, выбранная она актуальна, реально. Я думаю, что мы к ней вернемся, может быть, в другом формате. По итогам года, мы должны посмотреть, что введено в эксплуатацию, какие ошибки мы искоренили, но правоохранители все-таки доложат, сколько человек, по крайней мере, понесли справедливое наказание, реальную ответственность. Наибольшее число несоответствующих законодательству проектов реализуется администрацией Заполярного района. Такие нарушения выявились прокуратурой при строительстве школы в поселке Красное, в селах Нижняя Пеша и Тельвиска. По выявленным нарушениям закона приняты меры прокурорского реагирования. В ходе работы форума отмечено, что на территории региона расположен 21 социально значимый объект «Долгострой», финансирование строительства которых осуществлялось за счет бюджетных средств. Это действительно проблема. Здесь Николай Девчонкин обозначил цифры, которые говорят сами за себя. 18 объектов «Долгострой» — 3,5 миллиарда. Это цена 2005-2016 года. Сегодня это, конечно, не меньше 5 миллиардов. Мы с вами должны понимать, что 5 миллиардов — это те деньги, которые мы вытащили из экономики, и они не работают, они заморожены, закопаны в песок. Всего за период 2017-2018 года прокуратурой округа в действиях органов исполнительной власти и местного самоуправления нарушения закона выявлены на 7 долгостроях, допущенных при строительстве объектов. К дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица из числа руководителей, возбуждено 2 уголовных дела, направлено 2 информационных письма. С 2015 года за городом числилось порядка 40 объектов незавершенного строительства. К началу 2017 года эта цифра уменьшилась до 31. В настоящее время, с начала года, я говорю о том, что цифра 31, то есть мы за чуть более один год практически на 20% уменьшили количество объектов незавершенного строительства. В настоящее время процесс этот для нас является одним из приоритетов. Он занимает очень большую часть рабочего времени первого заместителя, Андрея Николаевича Бережного, в том числе все значимые объекты, которые будут доложены. В настоящее время мы этот процесс не перерывный, а и к концу года мы ставим перед собой задачу, чтобы общая цифра, еще по крайней мере, порядка 10 объектов, так или иначе, измечить из-за глазкиста. Сфера строительства является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. Только надлежащим образом организованное воздействие правоохранительных органов, обмен значимой информацией, проведение совместных проверок, сопровождение крупных строек с момента начала конкурсных процедур, позволит качественно противодействовать преступности в данной сфере. В обязательном порядке всю информацию мы учтем и будем планировать в целях дальнейшего проведения проверочных мероприятий, в том числе и совместно с органами финансового контроля будем подключать и правоохрану, чтобы, как уже было отмечено, если должностные лица похитили бюджетные деньги, как бы виновник должен понести суровое уголовное наказание. В рамках обмена мнениями участники форума обсудили актуальные для региона вопросы соблюдения законодательства регулирующего строительство социально значимых объектов на территории региона. Итоги обсуждения будут учтены в дальнейшей работе органов прокуратуры совместно с общественностью, государственными учреждениями и ведомствами. Иван Никонов, Александр Бобрякович, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Впервые юбилейный парк станет местом для празднования Дня молодежи и единого выпускного для школьников. Такое решение принято организационным комитетом. Мероприятия пройдут в парке в это воскресенье 24 июня. Одним из ярких событий этого дня станут показательные выступления профессиональных спортсменов в дисциплинах скейт и биомикс. По мастер-классам для скейтбордистов, я знаю, что там приезжает какой-то крутой 9-летний спортсмен. Можно немножко? Да, да, я извиняюсь, воспользуюсь бумажкой. Фамилии, имена, отчество еще у ребят не выучил. Да, действительно, есть такой Гусев Александр, ему 9 лет. Он, это спортсмен, который на сегодняшний день, ну, очень-очень-очень перспективным является вот в Федерации скейтбординга России. Может быть, будущий олимпиец наш. Вот, но кроме того, есть, приезжает Агарков Артем, это один из сильнейших BMX райдеров России. Газиев Давид, многократный победитель разных соревнований в дисциплине скейт. Вдовин Ильяй, это, собственно, президент Федерации скейтбординга России. А есть еще действующий чемпион России по скейтбордингу в дисциплине парк, это Бравичев Дмитрий. Ну, уже со скейтерами общаемся, многие смотрели, они почему интересовались скейтерами фамилиями. Они, конечно же, уже все посмотрели фотографии и выступления, ну, в общем-то, ждут с нетерпением ребят. Делегация во главе с президентом Федерации скейтборда России уже прибыла в окружную столицу. Завтра в 12 часов дня для любителей скейтбординга пройдет открытая тренировка. После завтра, в воскресенье, будет встреча как раз-таки наших местных скейтеров с президентом Федерации. Состоятся показательные выступления, а также пройдет такие пробные соревнования, так называемый контест, на сленге на скейтерском. Вот. Это состоится, собственно, на скейт-парке. Начало будет в 12.00. Регистрация для ребят, которые хотят помириться силами, попробовать себя в таких пробных соревнованиях с 11.30. В 17 часов в парке юбилейный будут работать площадка клуба исторической реконструкции, на которой можно будет посмотреть и примерить доспехи, а также попробовать себя в фехтовании. Параллельно этому событию пройдет танцевальный баттл местной школы современных уличных танцев Люденс Фэмили. В 18 часов в ДК «Арктика» состоится честование медалистов за особые успехи в учении. В этот день будут работать и другие площадки для празднования Дня молодежи. С утра 24 июня откроются игровые зоны на площади Марацей для молодых семей с детьми. В 11 часов в районе Гидроозера молодежь выйдет на уборку территории. Мероприятие приурочено командным соревнованиям «Чистые игры». Это очень интересный новый формат субботника. Смысл-то такой, что по сути мы точно так же убираем мусор, но мы это делаем, во-первых, на время, в ограниченное, выделяется для этого час. И плюсом еще идут такие конкурсы, как приветствие команд. Можно организовать свое приветствие и получить за это дополнительный балл. Также можно принять участие в эко-викторине, то есть отвечать на вопросы, за правильный ответ выдается тоже, присуждается команде, дополнительный балл. Можно принять участие в эко-меткости. Ну, про эко-меткости это уже там участники сами узнают на «Чистых игр». Не буду рассказывать все секреты. Кроме этого, в рамках празднования Дня молодежи после двухлетнего перерыва любители буллинга вновь сразятся между собой. Чемпионат по буллингу состоится в эту субботу с 12 часов в буллинг-клубе «Страйк». Подведены итоги фотоконкурса «Тельвийская устья. Твой взгляд». Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшие фотоснимки, которые в дальнейшем могли бы стать визитной карточкой для привлечения туристов в Ненецкий округ. Всего на конкурс, организованный музеем-заповедником «Пустозерск» в рамках проекта «От шабуров к пустоварам» поступило 53 фотоработы. Вообще красота была. Оно долго, это облако стояло. Это ветровые облака. На следующий день был очень сильный ветер. Михаил Спирихин – фотограф со стажем. В поездке обязательно берет с собой фотоаппарат. Их в арсенале Михаила Александровича три. Больше всего он любит фотографировать природу. «Природу чем хорошо фотографировать? Там никто не обижается, что вот я плохо получился и все. Все как есть. Все снимешь, уже все как есть, ничего не меняется. А одинаковых снимков нет. Все разное». На конкурс «Тельвиска и Устье. Твой взгляд» Михаил Спирихин представил три фотографии и занял второе место, набрав 58 баллов из 60. Третье место поделили две работы, набравшие одинаковое количество баллов. Это фотография Ирины Коткиной «Тельвисочная кибана» и Сергея Уварова «Белое безмолвие». О Тельвиске, о Бусти, о Пустозерске пишу всегда с огромным удовольствием в чумотеке и, естественно, много фотографирую. Когда конкурс объявили, я поняла, что у меня в качестве пояснения несколько очень подробнейших постов, посвященных фотографии по этой теме. Поэтому мне очень сложно было отобрать. Сюжетов очень-очень много и интересные люди, и места, и явления какие-то интересные. Но вот эта вот и кибана – это, конечно, юмор, присущий жителям Тельвиски, их умение найти в каких-то будничных вещах что-то интересное. У нас нет одинаковых деревень, у нас нет одинаковых населенных пунктов. В каждом месте есть какие-то свои особенности, свои плюсы, минусы. И вот хочется всегда как-то выделить какой-то населенный пункт. И чем дольше ты в нем находишься, чем дольше ты в него вживаешься, ты становишься какой-то некой частью этого населенного пункта. Вот устья, чем мне нравится, деревня такая очень удивительная. И хотелось бы, конечно, чтобы вот эти традиции рыболовецкие и традиции поморские, а здесь карбас изображен, они все-таки сохранялись на севере. Максимальное количество баллов по результатам фотоконкурса набрала Анна Пластова. Ее фотография «Речной причал» признана лучшей из лучших. Вот эта работа, пожалуйста. И, к сожалению, да, не смогла Анна прибыть к нам, потому что находится в отпуске. Но свой приз 4 тысячи рублей она тем не менее получит. Отдельно в номинации «Символы населенных пунктов» отмечены две работы Ивана Елисеева «На орбиту» и «За углом истории». В дополнительной номинации «За свой взгляд» и серию фотографий отмечены Михаил Спирехин за три фотоснимка деревни Устья и Ирина Коткина за три фотографии о селе Тельвиском. В перспективе эти фотографии превратятся у нас в открытки, которые будут презентовать населенные пункты Тельвиску и Устью в свою очередь. Мы надеемся, что наши планы, они и так расползутся по всему округу, и мы потихонечку начнем выявлять что-то интересное в каждом населенном пункте. Жители округа смогут воочию увидеть взгляд фотокудожников на Тельвиску и Устье в сентябре этого года. Работы, поступившие на конкурс, они будут оформлены в выставку, которая будет приурочена к Дню Кустозерской, памятной дате Менинского округа. Она празднуется в третье воскресенье сентября, то в сентябре месяце. У нашего партнера в Тельвиске, в социально-культурном центре «Престиж» мы эту выставку откроем, и все могут полюбоваться всеми. Ну, не всеми, а наиболее интересными работами. Конкурс проходил в рамках проекта «От шабуров к пустоварам» на средства гранта Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» благотворительного фонда «Тимченко». Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. До встречи в эфире.